Ну что ж, время 16.00 по Москве, и мы можем с вами начинать. Добрый день еще раз. Меня зовут Елена Бритова. Я руководитель онлайн-клуба, куратор онлайн-клуба Minimi English, учитель английского языка с уже 16-летним стажем. Также являюсь методистом по английскому языку. В общем, люблю английский язык и преподавание, и работаю с удовольствием. И сегодня мы с вами будем говорить, на мой взгляд, очень интересную тему, тему создания языковой среды в детском саду или в образовательной организации. Все советы, которые мы сегодня будем с вами обсуждать, применимы к любой форме образовательной организации, будь то детский сад в классическом понимании, детский сад с частичным пребыванием, любая другая образовательная организация, например, дополнительного образования детей. Давайте с вами знакомиться. Пишите, пожалуйста, в чат, кто вы, откуда вы. Посмотрим на географию нашего присутствия сегодня. Моему самому маленькому ученику было 2 года и 7 месяцев, когда он впервые пришел на занятие по английскому языку. Ну и моему самому старшему ученику было 80 лет. И, ну, наверное, самый часто задаваемый вопрос, с которым я встречаюсь, когда же все-таки пора начинать изучать английский язык. И вот эти два примера показывают, что, в принципе, никогда не поздно, но, с другой стороны, чем раньше мы начнем изучать английский язык, тем, конечно же, лучше будет. И, конечно, для наших детей, чем раньше мы дадим им возможность изучать английский язык, тем легче им будет и в дальнейшем в школе, ну и в дальнейшем их обучении, ну и, конечно же, работе и, безусловно, и в обычной жизни иностранный язык, английский язык также пригодится. Ну что, небольшое такое введение, небольшая теоретическая база по обучению английскому языку дошкольного возраста. Она действительно будет небольшая, не пугайтесь. Я бы хотела в начале нашей встречи сегодня собрать, наверное, основные принципы, основные преимущества, на что же нужно обращать внимание при обучении детей дошкольного возраста английскому языку. Почему именно так? Потому что в дальнейшем, когда я перейду к практической части нашей встречи сегодня, она займет большую часть нашего с вами общения, мы с вами убедимся, что все эти теоретические моменты находят реализацию в практических советах и рекомендациях, в практическом применении на занятиях при обучении детей дошкольного возраста. И они являются такой фундаментальной базой, фундаментальной площадки для подготовки детей и в плане изучения английского языка, безусловно. Но нужно также понимать, что дошкольный возраст, особенный возраст, это возраст становления ребенка. Безусловно, именно в этом возрасте ребенок физически активно развивается, он психически активно развивается. То есть все логические особенности возраста здесь играют существенную роль, и мы не можем их игнорировать, безусловно. Но если мы говорим про обучение английскому языку в дошкольном возрасте, то, безусловно, нам необходимо обратить внимание на то, что это уникальный возраст для нас, как для педагогов, как для воспитателей, для родителей, может быть. В этом возрасте ребенок вот только-только начал говорить на родном языке, и это пластичность мозга. Его стремление к познанию родного языка, безусловно, является такой благоприятной почвой и для обучения английскому языку. Существует очень много споров, расхождений, сомнений, вопросов, которые возникают в связи с обучением детей английскому языку с рождением или в дошкольном возрасте. Но я за то, чтобы вводить язык как можно раньше, и мои профессиональные примеры подтверждают, что это будет идти только во благо развития ребенка и в дальнейшем, и не только, если мы говорим об обучении английскому языку. Ребенок активно стремится познать речь, воспроизводить речь, имитировать и повторять речь. И такая вот врожденная и еще не утраченная способность к овладению языками, безусловно, идет на пользу для изучения английского языка. Пластичность не только механизма усвоения речи, но и пластичность, в принципе, мозга, его стремление к познанию мира тоже благоприятно влияет на процесс обучения в этом возрасте. Ну, вспомните своих детей, своих учеников. То есть, да, они буквально как губки впитывают абсолютно все знания, умения. Они активно стараются формировать и развивать свои навыки, и не только в контексте языка, если идет об этом речь. Также очень активно ребенок запоминает, ну, вообще с рождения до дошкольного возраста. Посмотрите, сколько всему новому он научился от, не знаю, от того, как держать ложку, да, как ходить, как говорить. И вот это познание мира, да, окружающего мира, познание себя, своего тела также способствует и усвоению материала. В данном возрасте присутствуют естественные мотивы общения. Ребенок для того, чтобы что-то спросить, что-то узнать, чтобы обеспечить свои какие-то нужды, желания и потребности, он стремится, конечно же, воспроизводить речь. И естественные мотивы здесь, безусловно, очень важны. Также дети в этом возрасте очень активно общаются друг с другом. Ну, опять, вспоминаем своих детей, вспоминаем своих учеников. Практически нет никаких трудностей в общении со своими сверстниками. Они легко находят друзей, заводят знакомства, вступают в общение. Это тоже естественный мотив обучения. И вот здесь, если мы ведем иностранный язык, то буквально с первых занятий, буквально с первых слов дети начнут понимать, что английский язык – это не просто предмет, оторванный школьный предмет или предмет, оторванный от практики, а это именно средство достижения их естественных мотивов, стремления к общению. И, безусловно, конечно же, это мотивация к изучению английского языка. Ну и в дошкольном возрасте еще один плюс за обучение детей, начиная с дошкольного возраста английскому языку – это, конечно же, отсутствие языкового барьера. Вот тех самых процессов торможения, страха ошибиться, может быть, страха что-то сказать или страха, в принципе, вступить в коммуникацию, они отсутствуют, практически всегда отсутствуют. И это очень здорово, потому что при грамотном выстраивании процесса обучения мы у них формируем вот это небоязнь ошибаться, желание и стремление говорить, в том числе и на иностранном языке. Если вдруг у ваших родителей, у родителей ваших учеников вызывает какие-то сомнения, какие же доводы им можно привести? Ну, я лично считаю, что изучение иностранного языка, изучение английского языка – вообще у нас уникальный предмет, коллеги, да, и на примере нашего с вами предмета мы можем не просто обучать и вести обучающую деятельность с детьми, не только дошкольного возраста, кстати говоря, но особенном дошкольном возрасте, не просто обучать, но еще и воспитывать и развивать ребенка, способствовать формированию и развитию навыков, например, навыков 21 века, глобальных навыков, то есть тех самых мягких навыков, которые сейчас, конечно же, безусловно, занимают такую приоритетную позицию, да, по развитию детей. Язык, да, это естественный процесс, родной, и если мы еще подключаем иностранный, здесь вот они идут в тесные связки и, конечно же, помогают друг другу. На занятиях, изучая иностранный язык, изучая английский язык, да, помимо всего прочего, конечно же, ребенок развивает коммуникативные функции и не только в контексте общения на иностранном языке. Происходит становление, формирование, дальнейшее развитие, в принципе, умения такого навыка, социального важного навыка, да, как общение. И наша задача, конечно же, помочь в этом детей, в этом нашим детям, да, вступать в коммуникацию, не бояться коммуникации, вести общение с точки зрения сотрудничества, да, communication and collaboration, навыки 21 века. Конечно же, в дошкольном возрасте уникальный фонематический слух, и мы способствуем формированию фонематического слуха у детей в контексте английского языка, да. Способность к коммуникации речи просто уникальная, да. Наверное, вы замечали, как точно дети копируют английские звуки, как точно они копируют, имитируют иностранную интонацию, и как легко им это дается. Конечно же, с возрастом, и чем дальше, и чем старше мы становимся, вот этот наш уникальный дар, способность к коммуникации безошибочной, немножечко ослабевает, да. В этот момент происходит, в дошкольном возрасте происходит также развитие высших психических функций у ребенка, мышления, внимания, памяти. И, конечно же, мы также на занятиях обращаем на это внимание. Активные виды заданий на тренировку, концентрацию внимания, на развитие памяти ребенка, на развитие мышления ребенка, безусловно, должны стать неотъемлемой частью каждого занятия. Memory game, например, да, warm-up activity можно сделать на концентрацию внимания, да. И таким образом и наше обучающее занятие с детьми будет проходить максимально эффективно, и нам, как специалистам, будет легче работать в дальнейшем, потому что материал будет ложиться на подготовленную почву детей. Но также это способствует и в целом развитию высших психических функций ребенка. Кроме того, вольно и невольно, изучая иностранный язык, изучая английский язык, происходит сравнение и двух языков, и слов, и культур, да, традиций, обычай. И это, безусловно, способствует развитию мышления, очень общего мышления, да, critical thinking также мы можем развивать на наших занятиях. Обогащение словаря, да, не только иностранного языка, но также и родного языка. Ведь очень часто иногда, по крайней мере в моей практике, бывает так, что изучая какие-то предметы, изучая явления на занятиях по английскому языку, дети впервые с ними знакомятся в контексте родного языка. И, конечно же, это лучше запоминается. Происходит расширение словарного запаса, да, и за счет усвоения англоязычной лексики, но также и родного языка. В общем, воспитание, обучение и развитие ребенка, да, понятие the whole child, безусловно, присутствует на каждом понятии, на каждом занятии. Также важно при организации процесса обучения помнить о вот ряде моментов, да. Мы говорим о том, что вот такие плюсы, преимущества изучения английского языка в дошкольном возрасте возможны только, конечно же, при грамотном подходе к проведению занятий, при грамотном подходе к организации обучающей деятельности по английскому языку. И это даже не в контексте отдельных занятий, а в контексте процесса изучения английского языка, такого более длительного, направленного на несколько лет. Безусловно, мы не можем игнорировать физиологические особенности возраста, как я уже сказала. И физически малыш растет, и психически он развивается очень активно, и эмоционально он становится. Поэтому, конечно же, физиологические особенности требований с Анфином должны быть учтены 100%. Нужно аккуратно подходить к длительности занятия, да, чтобы не перегружать ребенка, к регулярности занятий в неделю, да, для того, чтобы обеспечить возможность формирования нейронных связей, для того, чтобы материал и все, что мы транслируем, конечно же, запоминался и надолго, и с первого раза. Вид познавательной деятельности, все мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что основной вид познавательной деятельности детей дошкольного возраста – это, конечно, игра. Поэтому все, что не происходит с ребенком в течение дня, да, все, что направлено на изучение чего-то, на обучение и развитие, должно проходить через игру, через такой игровой подход. Игра, да, это основной наш инструмент с вами. Именно через игру, через такой игровой подход, через игровое общение мы, конечно же, и мотивируем ребенка, но и способствуем быстрому усвоению информации. Мы уже затронули тему мотивации, и помимо естественных таких мотивов к общению, да, которые присущи для дошкольного возраста, еще раз повторюсь, им важно общаться со своими сверстниками. И вот такая мотивация, конечно же, она будет занимать лидирующие позиции. Ребенок скорее вступит в общение со своими сверстниками, нежели чем с взрослой тетей, учителем, да, которого, может быть, он еще не так хорошо знает. Безусловно, это очень важно. Что еще важно для детей? Интерес, да, веселье, вот такой игровой подход, безусловно, и, конечно же, общение с родителем. Поэтому, если мы к процессу изучения английского языка, мы как специалисты, как педагоги, будем подключать еще и родителей, то, безусловно, это будет очень здорово. Это будет дополнительной мотивацией для ребенка. Кроме того, это обеспечивает непрерывность и регулярность занятий, что очень и очень важно в дошкольном возрасте. Да, лучше заниматься по чуть-чуть, но каждый день. И если вы в образовательной организации, если вы на своих занятиях проводите обучающую деятельность по английскому языку, и если еще ее же подхватывают родители, то выигрывает от этого, конечно же, дети. И это, безусловно, здорово. Поскольку дошкольный возраст – это возраст познания всего себя, мира окружающего, да, это возраст активного развития ребенка, то, конечно же, мы не можем оградить занятия по английскому языку и сделать только исключительно их языковыми. Да, в принципе, это в любом возрасте нельзя делать. И с любым предметом, да, если мы будем так говорить. Конечно же, метапредметность и межпредметность обязательно должна присутствовать. Особое внимание, да, прошу уделить это при работе с детьми дошкольного возраста. И вот здесь возникают сложности. А как же с такими маленькими в детском саду, например, или в образовательной организации, в общем-то, работать с языковой практикой? Как активно вовлечь их в диалог, да, как их мотивировать к общению на английском языке, как создать ту самую языковую среду, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы эта языковая среда была, с одной стороны, максимально приближена к реалиям, да, нашим сегодня, с другой стороны, максимально приближена к их интересам и к их мотивам, да. И вот это главный вопрос, который мы сегодня с вами и будем обсуждать. Ну и, конечно же, мы, работая с детьми, должны обеспечивать их качественным материалом. Под качественным материалом я подразумеваю, конечно же, отсутствие ошибок, банальность, да, но еще нужно обращать внимание и бумага какого качества, да, чернила, шрифт. Это все очень и очень важно. Нам, может быть, еще пока с позиции взрослого это не так заметно, но для детей, особенно для детей дошкольного возраста, безусловно, качественный материал, качественный аудио, видео, печатный материал, качественные учебники – это просто, ну, наша обязанность. Потому что мы работаем по принципу, главный принцип, конечно же, не навреди. Но еще, конечно, мы хотим развивать ребенка, да, оздоравливать его при помощи и своих занятий в том числе. Так вот, языковая среда, да, та самая среда, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно, будет развивать свои и коммуникативные навыки, да, и поддерживать свое стремление к общению, ну и в принципе, которая раскроет весь его большой потенциал, все его таланты, позволит сформировать, закрепить и активно развивать навыки, да, в дальнейшем. Это основная задача, с которой сталкиваются сейчас и воспитатели, да, детских садов, и учителя, и педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста. Авторы и методисты онлайн-клуба Minimi English как раз и отвечали вот на этот запрос, создавая такое пространство. Онлайн-клуб, да, это вот форма реализации, онлайн-клуб для родителей, для педагогов и для, конечно же, наших учеников. Таким образом, это учебно-методическое обеспечение, да, которое позволяет и снабжает, прежде всего, взрослого, педагога или родителя, в идеальном варианте и педагога, воспитателя и родителя, да, потому что мы с вами говорили о непрерывности процесса обучения, всем необходимым для организации обучающей, игровой деятельности учеников, направленной на изучение английского языка. Все участники образовательного процесса задействованы, и от этого выигрывает только ребенок. Онлайн-клуб Minimi English – это виртуальный класс, это образовательная платформа, на которой мы собрали материалы, обеспечившие качественное и эффективное обучение английскому языку детей в возрасте от 3 до 7 лет. Материалы состоят из 5 модулей, каждый модуль имеет свою тематику, да, посвящен какой-то определенной теме, но, тем не менее, они идут последовательно, да, реализуя принцип преемственности и непрерывности процесса обучения, да. Идеальный вариант для подготовки детей английского языка к школу с нуля, да, самый первый этап изучения английского языка и хорошо подготавливает будущих наших первоклассников. В основу материалов онлайн-клуба Minimi English легли обучающие видео, в главной роли которых выступают сверстники наших учеников – Коко и Райда. Они же главные учителя. Они же посредством обучающих видео, через игру, через какие-то активности между собой, вместе с их мамой Катей, вместе с их игрушками транслируют тот самый языковой материал, да, который ложится в основу обучения. Для воспитателей, для педагогов, да, собрано все необходимое в одном месте. Это, конечно же, поурочное планирование в виде пошагового сценария занятий на основе обучающих видео. Это весь печатный материал, который необходим для проведения этих занятий, тот печатный материал, который мы предъявляем детям. Это, конечно же, материалы для закрепления пройденного материала в виде тренажера. По сути, это такой небольшой тест в игровой форме, да, с учетом возрастных особенностей детей. И дополнительный материал, да, для того, чтобы процесс перешел домой, чтобы активно подключались родители, к примеру, да, или для того, чтобы проводить занятия в течение дня. Вот не одно обучающее занятие, а в течение дня. Я сегодня покажу, как это можно будет сделать. Для вот тех основных моментов, принципов, с которых я начала нашу встречу сегодня, да, в онлайн-клубе Minimi English, конечно же, все это получило практическую реализацию. Самые современные методы и подходы, современные, актуальные и эффективные методы и подходы к преподаванию английского языка для детей дошкольного возраста получили свою реализацию в материалах к каждому занятию. Это и метод CLEAN, и Total Physical Response, и коммуникативный подход, и погружение в языковую среду. В общем-то, все, что направлено на достижение успеха учениками. Аутентичный материал, потому что главными героями, и все обучающие видео, да, имеют героями детей-носители английского языка, которые живут, учатся в Лондоне, да, это аутентичный материал, безусловно. И при разработке материалов онлайн-клуба Minimi English принимали активное участие авторы и методисты Британии, да, Англии и наши российские коллеги, да, для того, чтобы аутентичный материал также, ну, соответствовал и помогал готовиться детям к российским стандартам в российской школе. Живой учебник «Дети учат детей». Сейчас вам покажу. Вот они, наши учителя, Куко и Райдер, да, и из практики уже буквально через пару занятий дети воспринимают их как своих друзей и говорят, ой, а когда у нас будет следующая встреча с моей подружкой Куко? О, а когда мы встречаемся с Райдером? Ой, а что-то давно не было видно Райдера, да, в обучающих видео. И они ждут этих встреч. Они воспринимают это именно как общение. Вот она, та самая языковая среда, которую мы в наших реалиях можем обеспечить, да, на своих занятиях в детском саду даже на протяжении всего дня. И английский язык воспринимается не как что-то оторванное от реальности, да, а именно как инструмент, как средство для того, чтобы пообщаться с их друзьями, с Куко и Райдером. Ну и, конечно же, методическая поддержка тьютера, а мы называем, у нас вводится понятие тьютер в онлайн-клубе Minimi English, для того, чтобы, ну, объединить, да, всех нас, взрослых, и родителей, и воспитателей, и педагогов. Для того, чтобы процесс подготовки и проведения занятий, конечно же, был максимально эффективен. И вот через трансляцию языкового материала устами их сверстников, Куко и Райдер, да, происходит и реализация коммуникативного подхода. Дети видео интерактивные, это не просто мы посмотрели и не знаем, что делать, они атрактивные, Куко и Райдер постоянно обращается к ученикам, задает вопросы, ждет от них ответы, просит что-то выполнить, помочь, написать, нарисовать, сказать, да, то есть это такая виртуальная коммуникация идет, и из практики мы видим, как дети на это охотно отвечают. Ну, также приведу примеры жизни, наверняка вы замечали, что какой-нибудь полюбившийся мультфильм или фильм детей, да, и они смотрят и общаются с героями, пусть даже и вот с телевизором, с экраном, но тем не менее они общаются, они вступают в коммуникацию, они сопереживают, они где-то отвечают, помогают, подсказывают, делают что-то вместе с героями. То же самое происходит и в онлайн-клубе Minimi English, только не с вымышленными героями, а с реальными детьми, и это дополнительный стимул к изучению английского языка у детей, безусловно. Таким образом, при применении, при активном использовании, при внедрении онлайн-клуба Minimi English в обучающую деятельность, образовательной организации, еще раз повторюсь, это может быть детский сад полного пребывания, частичного пребывания, это может быть дополнительное образование детей, да, мы наблюдаем ряд вот таких положительных моментов. Также из практики очень многие детские, ну вот представим, да, родители, работающие, дети ходят в детский садик, мама и папа очень хотят подготовить ребенка к английскому в школе или дать ему возможность приступить к этому процессу как можно раньше. Но они работают, ребенок ходит в садик, и садик его забирают в 6-7 вечера. Вести дальше на дополнительные занятия очень сложно, да, и будет ли от этого результат, потому что, конечно же, часы активности детей – это первая половина дня в основном, да, или же с 3 до 5 во второй половине дня, ну, как замечают, да, вот детские нейропсихологи. Вводить на дополнительные занятия в субботу-воскресенье получается очень большой разрыв между занятиями, аж целая неделя, да, и вот еще не успевают формироваться вот эти устойчивые нейронные связи. И, конечно же, материал, в общем-то, не усваивается вот настолько, насколько нам бы хотелось. Результаты есть, безусловно, они есть, но они очень долгие и не всегда стабильные. Это вот такая типичная жизненная ситуация. С другой стороны, мы видим, как и детские сады, и родители хотят, чтобы непосредственно в детском садике, там, где он проводит большую часть своего дня, у него была возможность заниматься английским языком. Но при этом не всегда есть возможность приглашать преподавателя, нанять преподавателя для работы в детский сад, вот именно специализирование преподавателя по английскому языку или обеспечить преподавателя, допустим, кабинетом для проведения занятий, да. Вот с такими сложностями, я думаю, что, конечно же, сталкиваются и детские сады, и родители. Использование материалов онлайн-клуба Minimi English позволяет решить эту проблему максимально комфортно. Работать по материалам онлайн-клуба Minimi English могут воспитатели, с одной стороны, которые знают, как работать с детьми дошкольного возраста, они знакомы со всеми методами и подходами, они знают все особенности возраста, да, как происходит развитие ребенка на данном этапе. Но с другой стороны, возможно, у них не такая высокая языковая подготовка, да, как у учителя английского языка. Так вот, материалы онлайн-клуба Minimi English являются универсальными, их может использовать учитель английского языка, педагог по английскому языку или воспитатель с базовым уровнем владения английским языком. Для этого в онлайн-клубе Minimi English мы предусмотрели подробные инструкции на русском языке, чтобы было легче ориентироваться, скрипты обучающих видео с переводом английский-русский варианты, да, для того, чтобы можно было ознакомиться с лексикой предстоящего занятия. Конечно же, рекомендации для тьютера по командам, которые он использует на английском языке, да, командам именно обращенным к детям, да, Classroom Language, язык в классе на данном этапе, он должен быть максимально простой и понятный детям, да, и здесь не требуется сложных каких-то грамматических конструкций и огромного словарного запаса. Ну, даже если вдруг вы что-то забыли, не знаете, да, то для этого есть все необходимое вам, как специалисту, повторить. Ну, и, конечно же, учителя с хорошей языковой подготовкой также могут применять материалы онлайн-клуба именеми English, да, с легкостью. Интеграция материалов в жизнь детского сада, в жизнь работы группы, а, по сути дела, в основную часть жизни ребенка, да, способствует тому, что происходит уход вот от так называемых кабинетных знаний. Ну, то есть, когда дети идут в кабинет английского языка, хорошо ли оборудованы или не очень оборудованы, к ним приходит преподаватель, и вот тут у них срабатывает, ага, у нас английский язык, занятия по английскому языку, все здорово, замечательно. Когда они возвращаются в свою группу, когда они возвращаются домой к родителям, мама там, например, спрашивает, а что сегодня было на занятиях, а как будет вот это по-английски, то дети немножечко, да, не сразу ориентируются, то есть у них происходит вот соединение, да, учителя кабинета английский язык. Если же применять и внедрять английский язык непосредственно в жизнь ребенка, когда вы занимаетесь сначала в образовательной организации, да, затем еще при работе в группе подключаются английский язык в той или иной степени, вы даете рекомендации, у родителей также есть доступ к онлайн-клубам, именеми English, и они продолжают этот процесс дома, то вот здесь у ребенка не происходит разрывок, не происходит связи языка и конкретного местоположения. Это, безусловно, очень здорово. Также вот именно такой подход дает возможность реализовать разные виды деятельности ребенка. Учебные, да, то есть когда вы занимаетесь, педагог взял в кабинет английского языка группу, под группу детей, провел занятия. Затем идут игровая деятельность непосредственно в группе. А в онлайн-клубе имени MeEnglish огромное количество игр, направленных на закрепление, повторение или изучение языкового материала. Воспитатель играет с ними в группе. И творческая. В каждом модуле присутствует обязательно проектная работа, работа над проектом, да. Плюс, допустим, родители дома выполняют тренажер вместе с ребенком, да, вечером, если есть время, если они забрали ребенка не поздно, или в выходные дни работают с вот этими короткими тестами, и тем самым повторяют материал недели. А вы наблюдаете, да, в виртуальном классе, с позиции своего личного кабинета за ними. Да, безусловно, это здорово. Язык становится таким инструментом, и он сопровождает основные виды деятельности малыша. Ну и, конечно же, подбирая и работая с материалом, разрабатывая, выстраивая процесс обучения на каждом занятии, мы учитываем работу с эмоциональной, конечно же, двигательной активностью ребенка и мыслительной, естественно, да. Помним, что и физически, и психически, и эмоционально ребенок очень активно развивается в этом возрасте, поэтому обязательно должны быть такие активности в течение дня. И, соответственно, вы их можете проводить также с материалом по изучению английского языка, да, и работать с эмоциями, и проводить физкульт-минутки, зарядки на английском языке, да, ну и, конечно, нужно будет обучающая деятельность, это будет та самая мыслительная. Для этого в онлайн-клубе Minimi English авторы и методисты предусмотрели абсолютно все необходимое. Ну, еще раз повторюсь, что вовлекаются все участники образовательного процесса, и это благоприятно влияет на мотивацию ребенка. Еще прошу задуматься, что в данном возрасте ребенок вообще в принципе приобретает такой важный навык, как обучающий навык, стремление к получению знаний, стремление к обучающей деятельности. И это, безусловно, очень важно, потому что в дальнейшем ему предстоит учиться еще очень и очень много, а по сути дела сейчас современное общество от нас требует вот такого непрерывного процесса обучения. И если с самых первых вот таких занятий он получит положительный опыт, он увидит, что процесс обучения идет неразрывно, и в нем принимает и родитель, и учитель, и все они работают на основных принципах построения обучающей деятельности. Они друг друга дополняют, то, безусловно, это положительно сказывается на отношении к процессу обучения в целом. Ну и, конечно же, это укрепляет детско-родительские отношения, об этом тоже не стоит забывать, это очень важно для наших детей. Я обязательно покажу вам платформу, если у нас не будет никаких технических сбоев сегодня. Это вот пример одного из видео Коко, который работает со своим другом, со своим героем, с игрушкой. Мистер Маус, вы на занятиях можете применять абсолютно любые игрушки, которые есть у вас под рукой, которые находятся, в группе, которые являются любимыми для ваших учеников. Это может быть такая же подобная мышка, это может быть какой-то другой персонаж, и вы будете работать с ним обязательно. Можно менять игрушку, допустим, в какой-то момент к вам придет новый гость, новый герой на занятии по английскому языку, и это, безусловно, тоже будет интересно детям. Таким образом, суммируем. Онлайн-клуб Minimi English – это учебно-методическое обеспечение для детей возраста от 3 до 7 лет. Очень хорошо подходит для подготовки детей к школе, для работы в старших группах или подготовительных группах детского сада. Но также его можно применять и чуть пораньше начать заниматься, ничего страшного в этом нет, и продолжить обучение в дальнейшем, например, по Phonics или же по учебно-методическим комплектам Oxford University Press. Состоит из пяти модулей. Каждый модуль – это 4 недели активных занятий, 1 неделя проектной деятельности, когда вы вместе с детьми, с группой работаете над проектом. Коко и Райдер все время попадают в какие-то ситуации, что-то случается, о чем-то они просят детей. И как ответ получается проект, над которым работаете вы вместе с детьми. Вы сначала к нему, сначала вы знакомитесь, что же случилось у Коко и Райдера, что же происходит, потом вы работаете над подготовкой этого проекта, затем вы его создаете и презентуете этот проект. Ну и, конечно же, получаете обратную связь, в том числе и от нас. Мы принимаем активное участие в номинациях, в вручении сертификатов, поощрение детей за вот такую проектную деятельность. И еще одна неделя, дополнительная неделя или Extra Week, как я ее называю, которая дает возможность, с одной стороны, подготовиться и выполнить итоговое тестирование каждого модуля, с другой стороны, восполнить пробелы, если вдруг такие образовались во время работы в модуле. Ну, например, группа закрылась на карантин или большая часть группы болела, да, и не занимались дома, то можно вот как раз в эту дополнительную неделю провести такие занятия. Если все было хорошо, пересмотреть полюбившиеся видео, поиграть еще раз в полюбившиеся игры. Да, кроме того, богатый раздел дополнительно к каждому занятию присутствует. Можно оттуда материал использовать, если вы до него так и не добрались, да, при проведении занятий на вот такой ежедневной основе. Мы рекомендуем заниматься каждый день по 15-20 минут, если мы говорим об обучающих занятиях, да, не более, по СанПИ, но один учебный час в возрасте дошкольном составляет 20 минут, да. С понедельника по пятницу распределены занятия, да, и к каждому занятию имеется необходимый набор материалов, да. Это до занятия то, что необходимо распечатать, подготовить, нужна ли ли игрушка, какие карандаши нужны, может быть, какие-то специальные цвета для карандашей, какой печатный материал предполагается каждому занятию и так далее. Step-by-step lesson plan – это непосредственно пошаговый сценарий занятия, где вы получаете четкие инструкции и обучающие видео, с которыми работать, да. Practice test или тренажер, как он еще называется, тест в игровой форме, да, прям, ну, действительно, в игровой он соответствует возрасту детей, это ни в коем случае ни ЕГЭ, ни ОГЭ, не пугайтесь. Ну, и дополнительные материалы, там же и работа с плакатами, дополнительные видео, это мультфильмы, это могут быть зажигательные песни с танцами, да, которые идут на закрепление материалов дня, на закрепление материалов дня. Ну, то есть таким образом вы получаете все необходимое. Я сейчас попробую показать непосредственно платформу, как это выглядит, здесь я суммировала для вас кратко, и продемонстрировать варианты, два варианта проведения занятий, как их, конечно, больше, и здесь мы ограничиваемся только нашей собственной фантазией, да, но два вот таких основных варианта я бы сегодня с вами с удовольствием ими поделилась. Пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если вы видите мой экран. Так, полетели плюсики. Ага, отлично. Все, значит, я спокойна. Я, к сожалению, перестаю видеть чат, потому что у меня основная сейчас будет вкладка, это непосредственно образовательная платформа онлайн-клуба Minimi English. Значит, ну, вы всегда можете зайти полюбопытствовать, мы ссылочку сейчас в чате вам оставим, да, Minimi Online.ru – это образовательная платформа, виртуальный класс, где собраны для вас все материалы, как для индивидуального обучения детей и родителей, да, такой тоже вариант возможен, так и для образовательных организаций, детских образовательных организаций. Отличается это тем, что у образовательных организаций, получается, доступ имеет педагог, то есть воспитатель или педагог, и также есть отдельные личные кабинеты для родителей с детьми, где они видят и материалы занятий, и обучающие видео, и весь дополнительный материал они также видят, но при этом педагог еще видит и работу на платформе «Родитель плюс ребенок». Очень удобно, ну, например, родителю не нужно спрашивать каждый раз воспитателя, а что было сегодня на занятии, а что вы сегодня делали. Он может легко найти нужный день, нужного модуля, посмотреть, что было сегодня в течение дня, поиграть в какие-то игры с ребенком, например, если есть такая возможность, посмотреть видео, включить ему мультфильмы из раздела дополнительного, и выполнить, допустим, вот этот небольшой тест. Подготовиться к занятию – это для нас с вами, для тьютеров, для педагогов, для родителей. И занятие раздел – это непосредственно то, что мы включаем при проведении занятия. Вот видите, здесь собраны сразу все видео в нужной последовательности, чтобы вы не отвлекались, чтобы можно было это вывести на большой экран, на экран телевизора, не знаю, проектора и так далее. И я вам сегодня хотела, ой, простите, хотела показать пример одного из занятий. В качестве примера я выбираю модуль 1. Не буду брать самое-самое начало. Возьму неделю 4, да, понедельник. Как можно заниматься? Два варианта. Это классическая традиционная форма проведения занятий в виде вот непосредственно занятий, обучающей деятельности, когда мы собираемся вместе с группой или подгруппой детей и проводим занятия. Или же как можно интегрировать материалы этого занятия непосредственно в жизнь детского сада и распределить их на режимные моменты. Вот такие два варианта я предлагаю вам для знакомства сегодня. Итак, значит, мы открываем с вами, что нам необходимо. Да, у нас есть две распечатки. Они легко копируются, вы их распечатываете. Вы можете приобрести так называемые рабочие тетради уже в печатном варианте. Они приобретаются отдельно. Или же, ну, распечатать силами образовательной организации, если вам так удобнее. Здесь это не принципиально. Есть скрипты к каждому видео, да, для того, чтобы освежить свои знания английского языка, если вдруг вы что-то боитесь забыть. И непосредственно занятия. Это выглядит вот таким образом. То есть у нас есть видео. Их, как правило, пять в каждом занятии. Их пять. Мы сохраняем принцип повторяемости и единой структуры каждого занятия. Это обеспечивает малышу, обеспечивает детям такое чувство комфорта, чувство безопасности и защищенности. Они знают, что с ними будет происходить. Они знакомы со всеми этими рутинами во время занятий. И дает им, конечно же, это дополнительную уверенность. Мы сейчас с вами не будем читать весь план занятий. Я, если позволите, кратко суммирую, в чем тут суть. И лучше чуть подробнее расскажу, как же заниматься. Итак, первое видео. Это видео приветствия всегда. Куко вместе с райдером, вместе со своей мамой, вместе со своей мышкой приветствует обязательно всех нас. Мы учим слова такие как hello, hi на примере этих приветствий. Здесь мы уже их активно закрепляем, потому что это уже четвертая неделя. И обязательно в этом разделе у нас всегда есть работа с вопросом how are you, и каждый раз мы учимся говорить по-разному. То есть мы можем сказать как хорошо, так грустно, или очень здорово, I'm happy, я очень счастлив. То есть это, естественно, вводится постепенно в речь. И вот на данном этапе мы уже можем сказать I'm fine, I'm safe, или I'm happy. Следующее видео, второе видео, в каждом дне, абсолютно в каждом дне, в каждом модуле. Это либо видео закрепления материала предыдущего дня, либо мы уже вводим что-то новое. В данном случае мы вводим цифру 4. И для тьютера здесь даны рекомендации. Как мы просматриваем, как мы работаем с видео. Мы смотрим первый раз просто так. Затем мы смотрим определенную часть видео и работаем с распечаткой номер один, с печатным материалом. Потом мы смотрим третий раз и выполняем задание. Также работаем с распечаткой. Затем нам предлагается игра с мячом на отработку данного материала. Затем предлагается игра с игрушками, которые можно проводить непосредственно на занятии, или ее можно провести просто дома или в любой другой момент. Здесь у нас идет закрепление конструкции. It is a boy, a girl, когда эти слова и эта конструкция уже к этому моменту знакомы. Ну и также мы даем наводку тьютера. Что еще можно в этой игре с игрушками? Это ролевая игра. Что еще можно, какой материал уже был пройден? Повторить это вопрос имени, представление себя, как ты, приветствие и прощание, то, в чем себя дети чувствуют комфортно. Отдельно мы выделяем рекомендации по командам тьютера. Say, repeat, count. Напомню, язык тьютера должен быть максимально простым. Третье видео каждого занятия. Это всегда что-то новое. Коко, одна ли, либо вместе со своими помощниками, вместе с Коко, может быть, вместе с мамой, или вместе со своим помощником, мистером Маусом, вводит что-то новое. И это посредством интерактивных видео происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Введение, да? Да, материала, да? И затем, конечно же, его отработка. И предлагаются задания, да? Также, что у нас происходит во время первого просмотра, второго, когда мы работаем с распечаткой, и как мы с ней работаем. Затем, конечно, каждое занятие у нас присутствует физкульт-минутка. И в данном видео обучающим активно реализуется Total Physical Response, метод полного физического реагирования. Мы решили на примере данного подхода вводить, закреплять и отрабатывать глаголы движения счет на английском языке в таком разделе, как физкульт-минутка. Как физкульт-минутка. И здесь происходят либо активные игры и задания, которые выполняет Коко и Райдер, и затем вы также работаете вместе со своими детьми. Ну и всегда последнее видео, это у нас церемония прощания. Мы прощаемся с Коко, мы прощаемся друг с другом, мы прощаемся с нашими игрушками. Мы прощаемся с нашими игрушками. Вот я так буквально кратко рассказала вам, да, вы можете зайти посмотреть, почитать, ознакомиться чуть более подробно. Я же сейчас вам расскажу, как это реализовать вот двумя способами. Вот они все видео, о которых я вам рассказывала сейчас. Я их вам здесь собрала. Итак, традиционная форма обучающей занятий по 15-20 минут. Вы работаете вместе с группой детей или с подгруппами, да, это может быть в кабинете английского языка или непосредственно в вашей группе за столами или на ковре, что еще лучше. Да, ну, столы нам потребуются, если мы будем работать с печатным материалом в любом случае, да, 15-20-25 минут, 15-20 минут, в зависимости от возраста или особенностей детей. Вы идете по пошаговому сценарию, вот как я вам сейчас проговорила, да, начинайте с приветствия, приветствуйте Куко, просматривайте видео, здоровайтесь с ней, друг с другом, с игрушками. Работайте с видео номер 2, изучайте цифру 4 по той самой схеме, которая предлагается в пошаговом сценарии, да. То же самое идет у нас с буквой И. Затем вы поднимаетесь в этот момент, проводите физкульт-минутку, активно двигаетесь, играете в подвижные игры, закрепляете глаголы движения еще на английском языке, да. Затем вы возвращаетесь на, допустим, ковер или же за столики с детьми. Еще раз можно, там есть задание к видео, да, показываете, каждый раз, когда вы показываете их нарисованное яйцо, да, вы говорите «эг-эг». Еще раз можно показать букву на плакате «алфавит», да, и затем вы прощаетесь с Ку-Ко, со своими игрушками друг с другом. Занятие завершено. Дальше вашу деятельность подхватывают родители и проводят тестирование дома самостоятельно, каждый день или же в выходные. И родители знают, что у них есть специальный раздел «дополнительно», где есть еще что посмотреть, во что поиграть, например, с детьми после детского сада на английском языке для закрепления материала дня. Можно применять, и мне кажется, это очень интересной, интеграцию в режим дня ребенка. Таким образом мы делаем английский язык частью жизни наших малышей. То есть мы распределяем все эти видео на режимные моменты работы группы. Это может делать, еще раз повторюсь, воспитатель без специальной языковой подготовки. Что это значит? Какие режимные моменты легко выделяются? Может быть, что-то еще вы добавите, если есть идеи, пишите, делитесь, это будет просто супер. Вы всех, конечно же, детей утром встречаете, и у вас также, я уверена, наверняка по группе есть обязательно церемония приветствия. Ее можно провести с видео с Куко. Также вы приветствуете друг друга на родном языке, вы приветствуете Куко на английском языке. Куко приветствует детей, дети приветствуют Куко на английском языке, вы приветствуете друг друга на английском языке, вы приветствуете игрушек детей на английском языке. Церемония приветствия прошла, поработали с видео номер один. Затем можно привести утренний круг, да, когда дети собираются, да, что-то планируете вы на день, да, то есть вы обсуждаете то, что вы запланировали как воспитатель, и затем можно включить еще раз данное видео и спросить, а как же дела у Ко-Ко, а как у вас дела, да, и побеседовать о своем чувстве, настроении, используя фразу «how are you» и уже знакомые конструкции «I'm fine», «I'm sad», «I'm happy». да, провести утренний круг. Затем в течение дня, лучше всего, конечно, в первой половине дня, да, у нас происходит обучающая деятельность, да, то есть можно провести совместную деятельность с детьми, да, небольшое занятие, допустим, мы узнаем цифру номер 4, мы работаем с распечаткой номер 1, да, мы выполняем, играем в те игры, которые предлагаются к данному видео, да, сразу или через какой-то момент можно поработать с еще одним видео, например, букву «И» узнали, да. Физкульт-минутка, зарядку каждый день, уверена, каждая абсолютно группа делает, абсолютно точно знаю. Например, утром зарядку можно провести по видеофизкульт-минутке предыдущего дня, а днем после обеда, после обеденного сна, например, размяться, активизироваться, можно использовать физкульт-минутку и видеофизкульт-минутку текущего дня со всеми играми, глаголами и счетом. Ну и в конце, так же, как вы прощаетесь с детьми, прежде чем их отпускать домой, да, в какое-то определенное время, в определенный час, вы собираетесь все вместе, вы говорите «прощай, ку-ку», да, вы говорите «прощай всем игрушкам», прощайтесь на английском языке, ну и потом уже их постепенно забирают родители домой, да. Вот они, основные моменты, режимные моменты дня, которые, безусловно, очень легко сочетаются с онлайн-клубами Ними Инглиш и с каждым днем занятий, да. В течение дня также рекомендуется выделять время на самостоятельную деятельность детей, то есть их индивидуальное время, когда они могут побыть сами с собой, поиграть друг с другом, да, когда их не трогают педагоги и воспитатели, да, просто посидеть, почитать, порисовать или же поиграть в какие-то игры. Вот здесь вы можете, например, им включить мультфильмы из раздела «дополнительно», который обязательно входит в каждый день, и там всегда есть видео, там всегда есть мультфильмы, там всегда есть забавные видео на закрепление материала дня, да. Ну или же для, например, обучающая деятельность мы с вами провели, можно, например, если вы организуете игровую деятельность, особенно при хорошей погоде на свежем воздухе, можно провести игры с мячом, которых очень много, да, на английском языке, гуляя вместе с детьми во дворе детского сада. Why not, да, как говорится. Таким образом происходит интеграция онлайн-клуба Ними Инглиш в режим дня, в жизнь ребенка, в режим дня детского садика, образовательной организации, да, также мы переключаем и подключаем активно родителей, да, делимся с ними дополнительным материалом, объясняем им, да, может быть, что-то подскажем, если возникнет какая-то необходимость, но мы, в свою очередь, тоже всегда поддерживаем родителей. И происходит интеграция языка, да, и вот такой прям в жизнь ребенка, и ребенок не разделяет язык на что-то такое разовое, на что-то, что будет только в определенном месте или только с определенным человеком. Английский язык может стать частью жизни ребенка, а у вас, как у специалиста, как у воспитателя или как у педагога, да, не обязательно, что должна быть высокая языковая подготовка. Пока на данном этапе и с материалами онлайн-клуба Миними Инглиш это можно реализовать. Ну, а мы вам всегда будем рады в этом помочь.